МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире Азов.Инфо в студии Герман Токарев. О главных событиях дня в материалах наших корреспондентов. 27 мая стартовала летняя оздоровительная кампания. Юные азовчане отправились на отдых в приморский лагерь Неклиновского района. Чтобы создать иммунную прослойку в городе, необходимо привить от коронавируса еще 26 тысяч человек. Маленькому азовчанину Миша Матвиенко улыбнулась удача. Сборное его лечение закрыт в связи с новыми обстоятельствами. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня состоялось 25-е очередное заседание Азовской городской думы. В числе рассмотренных вопрос развития туризма, оказания медицинской помощи в условиях пандемии, утверждения отчета о выполнении плана приватизации муниципального имущества. По мнению депутата Юрия Голубева, народные избранники предыдущих созывов так активно принимали решение о приватизации муниципального имущества, что осталось совсем небольшое количество объектов, которые могли бы использоваться городом. Уже не в первый раз депутат предлагает помещения, в которых раньше находились опорные пункты полиции, отдать, например, клубам по интересам по месту жительства. В данном случае я просил бы вас отклонить возможность продажи с аукциона или какими-либыми другими путями приватизации объектов, которые в свое время находились опорные пункты полиции. Эти объекты совершенно спокойно могут перейти под помещения, под клубы граждан по месту жительства. И, сколько мне помнится, руководитель полиции, когда задал я ему вопрос, нужны эти помещения или нет, он сказал, да, нужны. Не знаю, по какой причине они не проводят договорные с нами процессы с городом, чтобы забрать под опорные пункты. Но мы сами с вами понимаем, что криминогенная обстановка будет ухудшаться. Как пояснил исполняющий обязанности директора департамента имущественно-земельных отношений Евгений Пешков, соответствующее письмо было направлено в отдел внутренних дел Азовский, который не проявил никакой заинтересованности в этих помещениях. Указанные объекты включены в прогнозный план приватизации. Сейчас проводятся мероприятия по продаже данного имущества. Уже опубликован был аукцион по продаже имущества. Скажу, следующий аукцион уже состоялся. О развитии на территории Азова туризма в 2020 году сообщила начальник профильного отдела администрации Оксана Кочевная. В целом, Азовский рынок туристических услуг в период пандемии выдержал удар. Удалось сохранить все ключевые объекты размещения, гастрономии и развлечений. Местный бизнес объединился в городской альянс гостеприимства. Причем некоторые предприниматели стали создавать совместные маршруты. Это позволяет, образно говоря, передавать туриста из рук в руки, создавая единую линейку предложений на маршруте. В 2020 году официально мы включили, скажем так, в объекты, то есть есть объекты развлечений, у нас много их в городе, но лишь некоторые мы стали считать как объекты, которые считаем для наших показателей. Это Азовский музей-заповедник, безусловно, Азак-парк, винодельня-контина и ООО «Лодочки». Ну, соответственно, у нас еще, как и был, ресторан-крепостной вал, который является нашей гастрономической визитной карточкой. Городское здравоохранение в условиях новой коронавирусной инфекции испытало колоссальные нагрузки, тем более при остром кадровом дефиците. Однако в целом медицинская помощь населению Азова оказывалась в полном объеме. Стационарное лечение получили около 2000 человек, амбулаторное – 3000. Амбулаторные пациенты, которые находились на лечении дома, получили из федерального бюджета медицинских препаратов на сумму порядка 6,4 миллиона рублей. Скорая помощь оказывала ежедневно порядка 50 выездов к температурящим больным. 250 в среднем посещений делали доктора на дому. То есть это достаточно большая работа. Несмотря на то, что в последние четыре недели медики наблюдают некоторый спад заболеваемости коронавирусной инфекцией, ежедневно поступают несколько заразившихся человек. Для того, чтобы прекратить эту пандемию, существует только один способ. Это создание иммунной прослойки в городе Азове в районе 60%. 60% в перерасчете на общее население. Это возможно только двумя способами – либо перенести эту инфекцию, либо привиться. В Азове коронавирусную инфекцию перенесли более 3000 человек. Привились порядка 9000. То есть сегодня иммунная прослойка составляет всего 20%. Чтобы достичь необходимого показателя в 60%, прививку должны получить 38 тысяч жителей города. Екатерина Четверякова, Татьяна Ивашенко, Юрий Бабенко, Азов.Инфо. 27 мая стартовала летняя оздоровительная кампания. Около 150 подростков сегодня отправились на отдых в приморский лагерь Никлиновского района. Подробности в следующем сюжете. Сегодня к месту отдыха в санаторно-курортный лагерь «Спутник» отправились дети в возрасте от 6 до 17 лет. Воспользоваться таким правом смогли и подростки из многодетных и малообеспеченных семей, а также сироты. По словам заместителя начальника управления социальной защиты Дмитрия Титова, ребят ждет пятиразовое питание и лечебные процедуры, согласно медицинскому заключению. Путевки абсолютно бесплатные для людей с доходом ниже прожиточного минимума. Соответственно, путевки оплачивают Министерство труда и социального развития. Проезд детей также бесплатный к месту отдыха и обратно. Это оплачивается за счет администрации города Азова, городского бюджета. Детей будут сопровождать, конечно, в поездке. Автобусы идут с необходимой скоростью, останавливаются при необходимости для того, чтобы дети могли, соответственно, немножко отрывать. Отдых продлится 24 дня и обещает быть насыщенным различными мероприятиями. На территории санатория находится парковая зона, размещены спортивные площадки, пляжный стадион и самое главное – море шаговой доступности. Я отправляю сына в лагерь, это уже будет второй раз. То есть мы в прошлом году были. Несмотря на пандемию, мы все-таки рискнули и не пожалели. Ребенку очень понравилось. И поэтому, когда нам в соцзащит предложили сегодня ехать, мы без разговоров согласились и поехали. Ждем, ожидаем автобус. Думаем, это лето нам запомнится надолго. Такие путевки очень важны для людей сейчас в наше время, а вообще малообеспеченных – это очень-очень-очень классно. Ни копейки мы не платим. И дети приезжают оттуда довольные, загоревшие, отдохнувшие, под впечатлениями и ждут, конечно, следующего такого же сюрприза на следующий год. Отдых для детей из малообеспеченных семей бесплатный. Что же касается родителей, которые самостоятельно приобретают путевки, то они могут рассчитывать на кэшбэк в размере 50%, но не более 20 тысяч рублей. Ивана Пажельцева, Алексей Покатило, Азов.Инфо. Сегодня отмечается Общероссийский день библиотек. Несмотря на внедрение в жизнь компьютерных технологий, книга по-прежнему остается самым надежным источником знаний. Труд библиотекарей, которые способствуют культурному развитию населения, сродни просветительской миссии. Сегодня во время торжественного мероприятия в библиотеке имени Крупской отметили лучших сотрудников. А директор Азовской городской централизованной библиотечной системы Ольга Платонова не только поздравила коллег, но и пригласила всех любителей чтения на специальную книжную выставку. Хочу пригласить сегодня и завтра всех горожан на дне открытых дверей, которые будут проходить в наших муниципальных библиотеках. Для вас, дорогие читатели, мы подготовили замечательные выставки новых книг, книг из серии ЖЗЛ, книги, актуальные по таким темам, как экология, краеведение, ну и, конечно, периодика, которая интересна для всех. У нас, особенно в Центральной библиотеке, очень хороший ассортимент изданий именно периодических. Вы можете подойти, ознакомиться, полистать. Здесь и «Наука и жизнь», «Караван истории», это газеты, такие как «Российская газета», «Аргументы и факты». Для женщин очень интересны такие журналы, как «Бурда», «Женское здоровье», «Лиза» и так далее. Хочу поздравить всех сотрудников не только муниципальных библиотек города, а всех библиотек города, а также партнеров, а также всех, кто причастен к библиотеке, кто любит книгу, кто активно читает в библиотеках. С общероссийским днем библиотек, который проходит сегодня, 27 мая, во всей России. Еще хотела сказать, что это праздник, день библиотек. Это не только день библиотекаря, а всех, кто любит книгу, кто читает. Поэтому мы будем очень рады, если вы посетите наши библиотеки. В мае текущего года состоялся розыгрыш лотереи на препарат «Золгенсма». Это самое дорогостоящее лекарственное средство в мире. За одну инъекцию необходимо заплатить 160 миллионов рублей, чтобы вылечить генетическое заболевание, спинальную мышечную атрофию, смертельную для детей. В прошлых выпусках программы «Азов.Инфо» мы рассказывали о денежном сборе для азовчанина Миши Матвиенко, который болен этим недугом. На сегодняшний день сбор закрыт, так как малыш стал обладателем заветного препарата. Дорогие друзья, у нас радостная новость. Свершилось чудо. Мы выиграли в лотерею на препарат «Золгенсма». Сбор мы закрываем, так как будет госпитализация в московскую больницу на ведение. Сейчас мы подготавливаем все необходимые документы на ввоз препарата в Россию, в «Золгенсма». После потребуется реабилитация ведения препарата, также оборудование. Все собранные денежные средства пойдут на восстановление. Та часть, которая останется, переведется в фонд. 29 мая, ярмарка состоится. Цель сбора поменяется. Все вырученные деньги с ярмарки пойдут на реабилитацию Мишеньки. Дорогие друзья, я хочу поблагодарить каждого, кто принимал участие, кто поддерживал нас, поддерживает. Вы не прошли мимо чужой беды. Я благодарна каждому. Хочу огромное еще раз спасибо сказать всем людям, неравнодушным людям, которые помогли. Верьте в чудеса. В чудеса сбываются. Мы – живой пример. А мы продолжаем рубрику «Дом с историей». В нашем маленьком древнем городе немало зданий, которые хранят загадки и тайны прошлого. Сегодня предлагаем вашему вниманию историю и архитектурное описание железнодорожного комплекса, в одном из зданий которого в настоящее время располагается «Медиахолдинг Пульс». С проведением Азовской ветки железной дороги в 1910 году был построен и комплекс железнодорожного вокзала в двух километрах от города на Выгоне. Добираться к вокзалу было крайне неудобно в дождливую погоду, так как дороги отсутствовали и везде была непролазная грязь. Как раз первый месяц зимы, 6 декабря, в Азов прибыл первый поезд. В Азове ждали прибытия первого поезда 6 декабря 1910 года по старому стилю в 11 часов 30 минут. Об этом было извещено в местных газетах и разослано городской управой масса объявлений. В этот день было прибытие поезда и торжественный молебен по этому случаю. С появлением железной дороги открылись новые возможности для развития посады Азов. В это время азовские газеты писали «Прочь нужда и безработица». Азов включен в сеть железных дорог и приобщен к культуре. Первые постройки железнодорожного комплекса – это прежде всего пакгаузы, склады для хранения багажа и дом для обслуживающего персонала. Кирпичное здание на пустыре по тем временам было величественным – во двое этажа с двумя подъездами и большими окнами. Кроме здания железнодорожного вокзала на выгоне, на свободном месте был построен целый комплекс зданий для нужд железной дороги. Рядом с вокзалом было построено одноэтажное здание, пакгауз для хранения багажа. Для служащих был построен двухэтажный жилой дом на несколько семей. Кроме здания была построена прямоугольная форма кухня, в которой размещалась большая длинная печь. Топилась она круглосуточно. Практически рядом был сооружен резервуар для воды. На территории жилого комплекса стояли в один ряд капитальные кирпичные сараи для бытовых нужд. Во внутренней части дворика находился ледник для хранения продуктов. Само здание вокзала построено чуть позже. Светлое, с большими окнами, массивными дверями и огромным залом ожидания. В годы Великой Отечественной войны, несмотря на оккупацию и жестокие бои, весь комплекс вокзала сохранился. Служащих железной дороги не расстреляли, а переселили в сараи. В период Великой Отечественной войны вокруг жилого дома служащих было сброшено более десятка авиабомб, а здания комплекса так и остались стоять. Удивительно, но этот комплекс уцелел, несмотря на жестокие бои за вокзал и бомбардировку стратегического объекта в феврале 1943 года. В канун 49-й годовщины Октябрьской революции в Азове эхом отозвался первый сигнал электровоза. 29 октября 1966 года в 13 часов 25 минут по московскому времени, точно по расписанию, к перрону городского вокзала подошел электропоезд с девятью вагонами, впервые совершивший путь из Ростова в Азов за 58 минут. Его привели машинист Ростовского депо, ударник коммунистического труда Виктор Шкурин и помощник машиниста Георгий Вишницкий. Большое количество людей встречали первый электропоезд, машинистам вручали цветы и торжественно звучал марш в исполнении оркестра. В 2010 году, к столетнему юбилею станции, вокзал, исторический жилой дом персонала и Пагаус, являющийся объектами культурного наследия местного значения были реконструированы, при этом сохранены все детали и формы зданий 1910 года. Людмила Улихина, Валентин Сираж, Алексей Покатило, Азов.Инфо. На сегодня это все. Впереди прогноз погоды. А я прощаюсь с вами. Звоните и сообщайте нам интересную информацию по телефону 615-54. Будем делать новости вместе. Берегите себя, соблюдайте социальную дистанцию и масочный режим. Всего вам доброго. До новых встреч. В пятницу 28 мая ясно. Температура днем плюс 25-26, ночью плюс 15-18. Ветер восточный 4-5 метров в секунду, влажность воздуха 43%. Уровень воды в реке Дон на 39 сантиметров выше отметки 0. Температура воды в реке плюс 23 градуса. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова